Добрый вечер всем! Жаль, что у нас в финале, хотя может быть наоборот запомнится, у нас с вами почти последний, 25-й кадр. Мне куда можно его направлять, чтобы она у меня мелькала? И мы с вами сегодня поговорим не только про то, как удержать аудиторию, я немножко добавил в эту тему, потому что если про удержать, это получается, что вот она у нас уже у всех, аудитория есть, и мы ее сидим и удерживаем. Мне кажется, проблема в том, что, а где эта аудитория? Это что у нас никто не читает, кроме мамы с папой и друзей? Потому что, ну, типа, что они не лайкают, и злодеи мы задали в подводке какой-нибудь вопросик такой острый, и никто не отвечает, а мы проверяем, обновляем, думаем о том, как удержать аудиторию. Поэтому я расширю до того, как ее привлечь, а потом уже удержать. И у нас работает, вот звук я слышу, работает, а презентажка? А, еще не сделано. Тогда я начну без презентажки, я представлюсь. Я такой же региональный журналист, как и вы. Я начинал в газете «Волгоградская правда», потом переехал в Петербург и работал в петербургских изданиях, репортере в еженедельниках. Сейчас уже пишу только какие-то обозрения и колонки. Но петербургская журналистика – такая же региональная журналистика, и мы страдаем так же, как многие региональные журналисты. Поэтому я… Это уже про второй слайд, я тогда попозже покажу, кто такой. Это значит, мы с вами сейчас знакомимся, потом мы немножко с вами поговорим о том вообще, где можно сегодня повышать квалификацию с точки зрения нас и моих коллег из Петербурга. Дам пару полезных ссылок. Мы немножко поговорим о стилистике, начнем с нее, потому что в тех работах, которые представлены были вами, бывали проблемы, и в этом точно нужно разобраться. Но главный блок будет про темы, федеральные, региональные темы. И я на примере номинации «Пост», я сегодня пропустил обсуждение, но обязательно все эти примеры покажу. Мы с вами вообще попробуем разобраться, а есть ли этот баланс между федеральными и региональными темами. Покажу примеры из ваших же СМИ. И вы себя увидите в качестве образцов для подражания и в качестве, может быть, не самых хороших образцов. Поговорим про упаковку, про докрутку и раскрутку темы, про формат работы с аудиторией, ну и немножко про СММ, про геймификацию. Ничего придумывать не буду, потому что «Вместе медиа» — это хорошая площадка, в которой ты просто берешь конкретные примеры. И когда в Москве сидят и говорят, все, журналистика померла, потому что переключают федеральные каналы, ну да, она там так себе потихоньку помирает в кангульсах, потому что у нас прямой эфир идет. Ну и ладно. Выпускница нашего университета Ольга Скобеева работает на телеканале «Россия», но, на мой взгляд, это не та выпускница, которой можно гордиться, вот мне как преподавателю факультета журналистики. Поэтому что такого? Это нормальная совершенно моя позиция. Я как преподаватель журфака считаю, что Ольга Скобеева не тот человек, которому можно поставить и сказать, вот смотрите, образец это подражание. Поддерживайте, вот видите? Я же знаю, к кому приехал, я же читал, чего там понаписали. Есть у нас Юрий Рос, например, Леонид Парфенов, выпускники нашего факультета журналистики. Вот это уже другой случай. И когда читаешь ваши материалы, когда ставишь оценки материалом вместе медиа, ты понимаешь, что вот этот тезис о том, что профессия померла, это ну так себе тезис. Я такой, знаете, приехал, типа да нет, все, не помирай, все хорошо. Честно, без всяких прикрас. Когда копаешь региональную журналистику, понимаешь, что как раз в регионах, в отличие от федерального центра, сохраняются те журналисты, которым важна позиция не только там учредителя, а иногда этого учредителя просто нет, а важна позиция своей аудитории, и нужно рассказывать о ее проблемах, и есть еще та самая гражданская позиция. Вот в этом плане большой респект тем из вас, кто занимается, на мой взгляд, хорошей качественной журналистикой. Сегодня мы с вами обязательно посмотрим ваши примеры. Ну, а теперь вот как-нибудь мне надо встать так, чтобы... Да, вот, это я вместе медиа, но только в прошлом году, видите, 20-й год. Из активной журналистики я ушел преподавать, но все равно пытаюсь писать, но просто чтобы приходить в аудиторию, и чтобы они мне, знаете, студенты не сказали, типа, а что ты там рассказываешь про то, как ты в газете что-то когда-то делал. Поэтому я завел два года назад сообщество «Редкий Петербург». Если вдруг вам интересен Петербург, не Параневский проспект, а куда-нибудь в закоулке, подписывайтесь, заходите. У меня там в предложке висит интересный материал. Я пару примеров сегодня покажу от того, как я пытаюсь что-то развивать в социальных сетях, именно в этом сообществе. Если есть какие-то вопросы, может быть, кто-то не согласен, считает, что как так, зачем пресс-секретарь или там журнал журнализма что-то не читает, советую, потому что там, мне кажется, иногда коллеги пишут классные какие-то вещи. А политграмота вообще был хороший проект. Мы в Петербурге несколько лет проводили политические дебаты, знаете, в таких ночных клубах, кабаках. Еще тогда можно было курить. У нас там были тогда еще не особо известные Илья Яшин, Милонов, наши местные питерские депутаты. Они там прям дебатировали, кричали, спорили. Это была очень интересная политическая журналистика. Ну, как вы видите, я ушел немножко в другую сферу. Мы с коллегами шестой год подряд в Петербурге проводим фестиваль «Малой прессы». И вот по этой ссылке и по этому QR-коду у вас обязательно будет эта презентация. Можно перейти, посмотреть там внутри много хороших, интересных презентаций, экспертов. Опять же, с примерами газет. Правда, там немножко поменьше, пониже уровень. Вы в основном представляете городские издания региональные, а там районные и муниципальные издания. Но я видел, что во «Вместе медиа» кто-то из районов тоже был. Сегодня у нас есть кто-то из вот именно маленьких районных изданий муниципальных? Нет, да? Вот именно городские в основном все. Но тогда это может быть не в коньяк корм, хотя там есть некоторые полезные ссылки, вдруг вам это пригодится. Но это мы окучиваем именно питерскую поляну. Бесплатно. А вот это делаем за деньги. Золотой фонд прессы, проект «Журналы журналисты». Мы проводим прям полный аудит конкурентной среды, и считаем вообще, а что там по соцсетям, по вовлечению. Если вдруг у вашего учредителя или у вас есть лишние деньги, можете зайти посмотреть пример аудита, потому что внутри редакции у тебя просто нет времени сесть и анализировать 15 твоих конкурентов в регионе. Да, ну просто потому, что мне надо быстрее материал делать. И потому, что я еще не обладаю какими-то экспертными знаниями. Да, а как оно там вообще посчитать эту вовлеченность, или как посмотреть на свои шедевры со стороны. Ну всегда кажется, что уже же опыт, уже вроде все нормально пишется, а вот со стороны посмотреть на то, что все не так хорошо, иногда бывает полезно. Но это платная услуга, поэтому заканчиваю с этим. И вместе медиа хорош тем, что здесь как раз с вас деньги никто не возьмет. Видите, как на деньгах оно и остановилось. И там была еще одна. Вот, да, а это наша кафедра. Паблик во ВКонтакте, в Фейсбуке. Там в основном про студентов и для студентов, но вдруг, если вы будете проходить мимо, кафедра 70 лет была кафедрой периодической печати. Слышите разницу, да? Цифровых медиакоммуникаций. Мы немножко меняемся. Пытаемся сделать так, чтобы журфак был не только таким махровым про теорию, чтобы там было много практики, были журналисты, которые преподают, а не только и так начнем про теорию. Это были типа полезные ссылки, а теперь немножко культурки про Чехова. Не специально готовился, действительно, на днях читал письма его к Суворину. Чехову часто обращались юные дарования, присылали свои шедевры и просили сказать веское слово, ну типа, стоит мне писать или не стоит. Он добрый человек, часто им отвечал, разбирал их работы, и вот человеку одному пишет. Этажерка у стены пестрела книгами, и он еще, посмотрите, выбирает выражение. Почему не сказать просто этажерка с книгами? Вы задерживаете внимание читателя, утомляете, вот так как заставляете, ну и так далее. Он, правда, тут дам обижает, посмотрите, да, вот сегодня бы уже так не прошло. У него много, у него там и про евреев есть, и про женщин. Сейчас бы, конечно, его бы затроллили. Дамы пишут, афиша гласила, лицо обрамленное волосами. Но это не просто пример про сто лет недавности, да, типа вот раньше так было, а сейчас все по-другому. Потому что берешь наше же с вами издание и понимаешь, что, а ведь можно как-нибудь по-другому переписать. Ну, не настолько прям буквально плохой пример. Но мы сейчас с вами по следующим, примерно 10 текстам, поймем, что можно точно лучше. Я много редактировал, и редактирую тексты, особенно представители студенческие, и вообще люблю копаться в чужих, чужих, авгивых конюшнях. Мы сейчас с вами покопаемся в них, и вместе с вами посмотрим вообще, а как можно хотя бы со словом немножко по-другому перестраивать эту работу, особенно, когда мы говорим про социальные сети. И когда, пока я говорю, вы точно по диагонали, все хорошие журналисты, редакторы, видите, что можно что-то по-другому переделать. Я надеюсь, что без обид, потому что мы с вами собрались не просто завтра вечером раздать слонов и сказать, какие мы вообще великие, мы там, у нас грамоты, все прекрасно, вместе с медиа, он хорош тем, что можно получить какую-то обратную связь, поэтому не обижайтесь, это не потому, что там кто-то про вас плохо думает, это про то, что если вы подаете на конкурс работу, значит, вы готовы послушать, что можно что-то там докрутить. Есть у нас коллеги из Удмуртии, и Удмуртия? Ой, из этого информационного агентства, нет? Да, это послали. Ой, замечательно, здорово. Смотрите, классный проект, мы, кстати, делали как раз для и Удмуртии, вот недавно сдали этот аудит, и будем целый год консультировать коллег, и отмечали, я помню, вот этот классный спецпроект ТР Удмуртия, 100-летие государственной университет Удмуртии, в посте, правда, выкладывается 10 целых роликов по 16 минут, по 15 минут, то есть коллеги рассчитывают, что вот я в социальных сетях сижу, и мне будет время смотреть сейчас все 10 роликов, да, и, ну, понятно, что мы с вами не будем так смотреть, это мы можем с вами фокус-группой собраться в редакции, понять, так, будем мы смотреть или не будем смотреть, я бы дербанил, ну, просто потому, что обидно и жалко, да, труд, и хочется все-таки по отдельности, если кто-то сразу не согласен, говорите, нет, блин, бред, ну, конечно, 10, или мы с вами сразу на берегу договариваемся, что вообще-то здесь затаскивать внутрь одного поста 10 больших видюшек, это значит сидеть и зря ждать у моря погоды и у моря лайков. Ну, это характерно и все равно. Нет, это я беру прям такой пример, то есть, это не значит, что вообще у Дмуртия плохая, и у Дмуртия плохая, классное сообщество и классная медиа. Ну, вот здесь мой глаз точно привязался к тому, что, скорее всего, 10 видео не нужно, хэштегов тоже так много не нужно, ну, и если мы про стилистику, то кто бы что поменял по тексту, какое-нибудь слово убрал или еще что-то? не слово, а вот целый абзац это одно предложение. Вот это вот все, да? Можно было просто сделать с пунктами. Список, да, конечно. То есть, вот смотрите, мы с вами все сейчас понимаем, да, что мы как завлекаем того самого, ту самую аудиторию, либо мы пишем длинное предложение, либо мы тупо разбиваем это по пункту, потому что ведь внутри есть пункты, да, обратите внимание. Да, согласен, принимается. Да, то есть, формировался состав, это как чиновник говорит, да? Убираем формировался состав, еще точно убираем слово рассказывающих, вообще вот эти причастные, депричастные обороты, да, вот это вот за 4 недели зрители успели посмотреть выпусков, рассказывающих, как шло освоение, да, все, я даже голосом несложно это прочитать. Еще что? Еще бы что поменяли. Вот смотрите, слово успели посмотреть, а мы можем Можем написать, за 4 недели зрители посмотрели 10 выпусков. Что-то поменяется? Нет. Почему они успели? Они не успевали, прибежали, успели. То есть убираем лишнее слово, и вообще становится лучше. Стартовал новый, если стартовал, то по-любому новый. А что, он старый? Старый не может стартовать. Да, и давайте вообще закончим. Стартовал само по себе. Да, и стартовал так себе слово. В общем, если мы сейчас с вами продолжим, то мы с вами будем все тут сидеть и вычищать. Но главное к тому, что даже в нашей оперативной работе мы должны понимать, что можно любой материал переписать и сделать его за него приличную подводку для социальных сетей. Это Эфир ТВ. Я не все регионы помню. Это помню Казань. Коллеги, если кто здесь, поднимайте руку. Нет, нет, да, коллег? Тут, знаете, какая такая типичная ошибка? Мы типа телек, и мы выкладываем... У нас есть Инстаграм. Ну и мы выложим в Инстаграм наш сюжет. И это, конечно, очень сложно. То есть это прям видно по всем многим региональным медиа, когда газета, социальная сеть... Ну, типа выложим в социальную сеть наш материал из газеты. Мы не будем рассматривать социальную сеть как отдельную какую-то структуру. Раз мы телевизионный канал, значит, Инстаграм у нас просто сюжеты для Инстаграма. И, к сожалению, конечно, это не заходит, хотя в данном случае сюжет маленький и хороший. Но тут проблема в том, что заголовок «Трюки казанцев на тонком льду» — это такая тема, а не заголовок «Трюки казанцев». И что, что «Трюки казанцев». Хотя внутри оказывается, что там вообще проблема, да, что в Казани надо быть вообще аккуратнее, не выходить на лед. И там долго-долго говорит дядька МЧСник, как и все МЧСники, долго и нудно, и не совсем по-русски. И коллеги тоже, к сожалению, все это не вычищают, а жалко. Рассказываем о том, как, не знаю, вот вас коробит или нет, у меня последние годы это коробит. Мне кажется, это же стало таким штампом, вот эта подводка для социальных сетей. Рассказываем о том, как в Казани идет фестиваль «Вместе медиа», и в первый вечер все уже устали, тут еще и критиковать пришли. Вот это вот рассказывает о том, как, не знаю, используете вы это или нет, но вот прям вот так рука и тянется, да, вот в подводке. Ну а что, мы же рассказываем. Типа, предложи что-то другое, а по вашим примерам посмотрим, без этого слова понятно, что мы рассказываем, да, что можно вообще без этого обойтись и сразу, может быть, начать с героя. И только в финале у нас спасатели предупреждают Казанцев об опасности выхода на лед. Ну вот тут жаль, что нет коллег, тут, мне кажется, можно перестроить вообще всю эту подводку. Дальше у нас Лениногорский родной канал, Телеграм, нет коллег? Нет коллег, да? Значит, в будущей детской поликлинике студенты специальности дизайна Лениногорского музыкально, конечно же, музыкально заглавно, почему-то художество-педагогическое, разрисовали детскую игровую комнату. Гаусс Лениногорская ЦРБ выражает огромную благодарность, только вот ленточку осталось принести и перерезать ее, да? То есть точно убираем это нафиг, вот эту благодарность, как будто мы паблик или сообщество, канал этой ЦРБ. Мы догадываемся, что, скорее всего, это центральная районная больница, но Гаусс, расшифруем, нет? Сударственное останавливание еще ждали здравоохранения. Профессиональные журналисты, мы знаем все аббревиатуры. Я вот, например, помню, как принес своему редактору go.kctt и не расшифровал. Он меня на всю жизнь научил все это дело расшифровывать. Давайте коротко обсудим. Событие ведь хорошее. Что вы сделаете с фотографией? Может быть, какой-то другой снимок сделаете? Пола многовато, да? Людей убрать с фотографиями нет. Что людей убрать совсем? Нет, люди классные, они тоже герои. Но они немножко забили рисунок, да? Может быть, здесь делать несколько снимков, да? Может быть, их немножко повыше. Может, просто хотя бы откадрировать, так, чтобы не было ног, а лучше хотеть. Без ног взять, да? Без вот этого пола. А в текст еще что-нибудь раскрутим? А в тексте еще что-нибудь добавим? Можно просто студенты-дизайнеры, допустим, и не врачи. А врачи, и все, и будет нога просто. Да. Для телеки вполне. Ну да, так же, музыкально-художный колледж по логике можно было, как Гаука, или как он там назывался, для того, чтобы аббревиатура. Да, причем это вот даже, скорее всего, в Лениногорске знают, да, полностью все это название, и, в общем, все тоже можно сократить. Согласен, спасибо. Лениногорский форум? Нет, да, из Лениногорска никого. 20 лет заказнику Степной. Когда я вижу такой текст, я его не читаю, потому что я же в соцсетях, я же бегу. Здесь мы с вами видим много-много цифр, и мы с вами видим птиц, отмеченных на территории. Это раздел о проекте. То есть мы взяли тупо пресс-релиз и решили, сейчас мы поставим. Тема классная на самом деле, да, люди, которые там с этими животными, в общем, бегают, замечательно, все эти вообще заказники, какие-то классные, хорошие темы, но вот это из разряда подводок, которые, конечно, не привлечет аудиторию, отпугнет. Я надеюсь, да, мы все с вами это видим, понимаем, что тема, хорошая тема упущена. Ну, тем более 20 лет заказнику, да, вот мне, ну, 25-20 лет, да. Если бы мне сразу рассказывать, как они там, что за сотрудники, и что они там делают, да. Инфоповод, русский, да. Еще инфоповода нет, да, тем более, да. Непонятно. Воздущий октября отмечает 26-го, то есть как бы отметил, получается, да? Хорошо, хорошо, что... Да, спасибо, вы увидели. Мы отправились с ними на рейд и понаблюдать за их работой. Но то, что вы на рейд, это и классно, это и интересный, я именно этим вы меня можете завлечь. А вот эта информация о том, сколько там видов растений, да, это как раз вот тот самый раздел о проекте, да. Это любопытно, здорово, но если это, опять же, большой материал, для соцсетей, конечно, это все очень длинно. Про perim.ru. О, здорово. Вы замечательные, зубастые и такие... В общем, зубастые, что еще находить слово? Это здорово. Другое дело, что вне контекста это не всегда понятно, это зубастость, да, и тут мы, конечно, я тут прикрываюсь еще коллегами, не только я, не понимали иногда, о чем речь, это нормально, потому что вы на нас не рассчитываете, вы рассчитываете на жителей Перми, но при этом все равно тут, знаете, что покоробило, я это вижу и по комментариям номинации пост, не знаю, обсуждали это сегодня коллеги или нет, что немножко вот на грани либо публицистики, либо почти хамства такого, вот иногда вот типа, что там сейчас... Они просто за это платили, хочется быть самым ушлым, и это вот, когда мы зубастые, это всегда сложно, да, остаться над схваткой и не уйти вот в это вот обвинение, может быть, какой-то части аудитории, потому что если я житель этого жилого комплекса Олимп, я это прочитал, я не то, что не подпишусь на вас, я там что-нибудь придумаю про вас плохое, потому что там всех обвинили, обобщили и как-то вот... — Вы говорили хорошо. — Там, наверное, в комментариях и вы отвечали, что... — Нет, это в Телеграме. — А нет, вы отвечали в какой-то момент. — Да, ну... — Просто, да, так как это Телеграм, то, наверное, это вполне допустимо. Да так, что это у нас? Вот дренаж, дренаж, система отвода лишнего, да, то есть в данном случае ушлости, то есть это такой публицистический, почти пафос, но вот меня немножко просто покоробило с тем, что здесь... Это больше напоминает какой-то, знаете, такой чат местного, может быть, жилого комплекса, да, где соседи немножко там кого-то друг друга обвиняют. Но раз это подано на конкурс, значит, я так понимаю, коллеги... Значит, это такая информационная политика. Что-то, может, коллеги скажете, как вам? Может быть, наоборот, кому-то не хватает вот такого... таких эмоций, такого... ну, с моей точки зрения, панибратства с аудиторией. — А если весь Телеграм-канал так простроен, может быть, это такой стиль? — Это фишка такая, может быть. Но я понял по трем работам, двум или трем работам, которые представлены, что это вот примерно все такое. Хотя я надеюсь, что там все-таки это не просто там... То есть мы же с вами не просто там, не знаю, оппозиционное какое-нибудь там сообщество или паблик, да? То есть если мы говорим про медиа, у нас еще немножко другая какая-то стоит задача. В том числе, может быть, рассказать о том, а что там с этим разрешением на строительство, потому что здесь вот я извне контекста, да, или там человек, который не живет в ЖК Олимп, не понимаю, из-за чего сырбор. Коллеги, будут какие-то комментарии? Кстати, вот ссылки на какие-то официальные структуры были бы уместны. Действительно, если разрешение на строительство, потому что кто-то его выдал, вот и этого человека тоже можно было бы спросить. Ну да, потому что если мы такие скептики, то и найдутся и среди аудитории тоже скептики, которые скажут, типа, ну, ребят, через суды протаскивали, да, то есть какой суд и кто протаскивал, потому что это обвинение, и тут, конечно, заодно еще просто нужно быть аккуратными. Да, вот тут еще не хватает контекста, конечно, да, то есть может быть для местных жителей это понятно, надо будет мне спросить знакомых из Перми. Коммуна. Есть коллеги из Коммуна? Здравствуйте. Классный проект. Мне вообще всегда нравится, когда в региональных медиа про краеведение, про какие-то такие вещи. Тире-двоито, тире и дефисы, не знаю, говорил себе никто-нибудь или нет, ругался или нет. Я вот, например, люблю тире, а это дефисы, хотя это мелочи жизни. Что-то тут меня смутило. Памятник городостроительства, между прочим. Неплохой, вот иногда не хватает вот такого, да, знакомьтесь там. Памятник архитектуры, между прочим, немножко такой разговорный стиль. А, просто, а пока смотрим фоточки или едем и смотрим своими глазами. Мы сейчас с вами быстро предложим синоним и успокоимся, и навсегда забудем от автологии. Просто потому что, я уверен, да, соцсети, спешка, сам бывает. Опубликовал, смотришь потом на утро, блин, ну, вот же рядышком два слова. Коллеги, ваши варианты. А пока... Не знаю, тире. Да, я вот, например, копирую, но я зануда. Это нормально. Синоним какой-нибудь. А пока... А пока смотрим фоточки Виталия или едем и... А пока скролим там, я не знаю. Скролим. Ценим. Еще? Любуемся, разглядываем. Ну, в общем, масса всего, да. Это же намеренный повтор. В смысле, либо фоточками, либо своими глазами. Намеренный повтор? Я почти уверен. Не вспомним. Автор не вспомнит, а... Тогда надо по-другому немножко. Я это вижу, как просто такое, типа, немножко поторопились. И мне еще не хватило метки на карте. Вы отмечаете это в самом посте, а вот я же хочу посмотреть, типа, ух ты, ничего себе, а где немцы такое чудо-сорошее. Да, вот я не нашел. Это Эхо Казань. Эхо местное. Нету, да? Тогда, наверное, и не будем. Лениногорский родной канал. Будьте вдетенны, расскажите детям. Вот, не знаю, если приходит какой-нибудь начинающий журналист, давайте ему какой-нибудь... Пресс-релизовский. Да, давайте какой-нибудь ему вот такой текст, пресс-релизовский, заставляйте его переписать, пока он не перепишет, потому что тут... Это шикарно, как коллеги пытаются найти синоним условия лисицы, там, животное, там, не знаю, там, самка-самец, там оно не менее опасно. Да, это... А тут у нас юный помощник, какой-то такой пацан, в общем, талантливый, он выполняет несложные задания, он интересуется предпринимательской деятельностью. Что за... Что такое интересуется предпринимательской деятельностью? Не заниматься предпринимательностью. Скорее всего, просто интересоваться, да. Ну, а они-то серьезно, и вот тут еще заголовок «Юный помощник». Я так сразу... Ух ты, так сейчас... Хотя пацан, наверное, классный, герой хороший, лисицы бешеные. Это радиобалтийский берег, тут у пацана что-то растет. Не знаю, ориентировались на это коллеги или нет. Тут заголовок такой «Ах, запятая ель». Что за ель? Это они постарались. А дальше они стараться закончили, они просто поставили пресс-релиз 23.12 здания администрации. Молодцы, будут осуществляться прям... Раз у нас все-таки семинар, то давайте немножко попишем прямо вот сейчас вот этот текст перед вами. Все хорошие журналисты в телефоне, в блокноте, где угодно. Устно, мне кажется, сложно, хотя, может, и устно через минуту можно сформулировать. Коротко, как бы вы построили эту тему именно в соцсетях, потому что тема-то хорошая, елки, людям можно... Можно... Окей, то есть я сразу должен в самом начале понять, да, типа, как вам нужна елка там, живая, например. Да, добро, спасибо. Видите, минута не понадобится. Еще какие-нибудь там версии. То есть мы... А снимок оставим или нет? Нет, конечно. Если он ребенок-журналист, то можно, если он чужой ребенок, то опасно. А тут лица не видно, точно нормально. Мы можем хайпануть на тему живая-неживая, чтобы в комментариях люди набежали, которые, типа, срубили несчастный гель или не надо, не про это. Можно мем сделать просто. Так, можно как-то что-нибудь сделать с этой картинкой, да, то есть увезти куда-нибудь. Понял. А кто тебя вообще понял, куда идти-то вот из этого текста, нет? Мы сейчас уже на улице 19, 1946. Состава в Орсково в городской. То есть вот будем осуществляться, мы все с вами понимаем, что так не должно быть. Да, ну, все правильно, здорово, что так быстро все сделали. Я, например, ну, вот примерно мой вариант, да, я на коленке написал Новый год с живой елкой, ну, так себе заголовок. Если вы хотите бесплатно, легально и без проблем срубить ель высотой до трех метров, просто оформите договор с представителем. Хотя здесь немножко такое, знаете, рекламное, как будто просто оформите. Они ждут всех желающих там-то и там-то. Самое красивое дерево можно будет найти в лесничестве до 10 января включительно. Но, опять же, суховато. Если мы делаем, например, мем, да, и уводим немножко в хайп про, типа, живые елки или какие, да, то мы можем из этого просто опросик сделать, да, типа, а у вас-то какая будет, например, елка. Так, хорошо. Про проблемы. Я уверен, что вы сталкиваетесь с тем, что вот конкуренты всякие, там, ДТП, ЧП, например, в Питере, да, там, самые популярные медиа в городе первые сообщают о теракте в питерском метро. То есть там Фонтанка через три минуты у ДТП подсмотрели. Вот просто это из мониторинга разного, там, Южкар-Алак, Амышин, у них часто больше подписчиков, чем у нас с вами. Ощущаете ли вы эту проблему? Боретесь с ней как-то или вообще не составляют конкуренцию. Они занимаются трэшем, а у вас качественный контент, и вам не нужны их десятки тысяч подписчиков. Они еще берут у вас и воруют, да. Это вообще проблема, когда ты иногда можешь даже про это не узнать. Но просто... Это мой хороший источник. То есть... Просто перепроверять за ними надо, что они вбрасывают человеку. Черт-черт отдельно, перепроверяешь, если там новое-то есть. Да, то есть мы должны за ними следить. Мы не должны их просто, типа, ну, злодеи, там, перебрали всю нашу аудиторию. Нет, иногда там может что-то появиться интересное. Что-то тоже, да? Нет, просто они еще злодеи. Видите, фоточки заведены и знаками портят. Да, да, то есть у них этого не взять. Но мы с вами собрались не чтобы сказать, какие они злодеи, а может быть кто-то понимает, что... Потому что подслужно это крайний пример. Ведь есть иногда просто сообщества, которые придумали местные жители, и там есть что-то интересное, вы понимаете, что да, иногда они делают то, чего делаем, например, мы. Вот есть какой-то такой опыт, когда какую-то тему, например, кто-то из не-журналистов раскрутил, а вы поняли, что... А вы, например, не дотянули. Нет такого? Я уверен, что есть, просто, скорее всего, мы за этим не следим, потому что нет времени. Допустим, у нас есть бывший коммунальщик, он действительно в этом... Ну, человек, который действительно разбирается в этой теме, он ведет очень скучно, очень трудно там ног не вытащишь, читать его тексты, но они именно написаны инженером, который сечет в этом. Если это взять и нормально обработать, с ним джентльменское соглашение, что мы на тебя ссылаемся без проблем, и как бы это работает. То есть он, во-первых, он дает совершенно адекватную оценку, то, что мы не можем понять, не будучи специалистами, он находит узкие места, скажем, в законодательстве жилищном, там, почему нормально. То есть плюс еще экспертиза, да? Да, у него они более, гораздо более подробные, но там, ну, черт ногу сломит. А как бы, ну, мы уже можем как-то это выжимки какие-то сделать у себя и работаем. Хорошо, когда мы сотрудничаем с ними, не конкурируем, например, а берем что-то у них или вытаскиваем какую-то информацию. Мне кажется, за ними надо следить. Вот мы помониторим, когда просто берем какой-нибудь любой город региона и начинаем искать, смотреть. Нам просто надо обидно, что журналисты делают какие-то лонгриды, классные подкасты, и у них там 7 тысяч подписчиков, а у ребят, которые там местные какие-то активисты, урбанисты, у них 25 тысяч подписчиков, и они упаковывают это интереснее, чем журналисты. Это иногда какие-то с поколенческими, конечно, вещами заодно соединяется, но это проблема. Вопрос, и коротко по своему опыту, можно ли брать федеральные темы или других регионов, кто это делает и как оно вообще, посоветуете коллегам или нет? Почему не брать? Почему не брать? Но если это привязка к своему, все равно у них, но с привязкой. Потому что иногда мы сейчас посмотрим, иногда там умер кинорежиссер, и, ну да, наверное, он популярен среди нашей аудитории, но когда каждую неделю без привязки к федеральной теме, тогда аудитория начинает не понимать, а что мне это-то читать? Нет, то есть у нас, допустим, бывает и такое, что мы берем из двух парад, то есть с Кубани там, допустим. Это вы откуда? В Саратове. А какое медиа? А, свободные новости. То есть если на Кубани там, помните, какой-то из депутатов приезжал на лошади, просто то, что там зашла, эта новость, скажем, и также мы себе берем, просто копирать делаем, она у нас довольно неплохо заходит. Вот это здорово, потому что иногда, знаете, такое ощущение, что есть какой-то ступор, типа раз мы федералы, мы, конечно, возьмем прикол из Саратова, а если мы в Самаре, то вроде как будто Саратова. А на самом деле почему нет, да? То есть почему мы не можем брать темы, которые берут известие, например? Если это интересные новости, почему нет? То же самое и с федеральными новостями. Может быть, кто-то не согласен, или наоборот, типа, ну, когда там искать какие-то регионы другие или федералы, когда свою-то поляну не окучить, коллеги? То есть какие-то региональные новости интересные, они так вызывают? Ну, смотря какие, да, если мы говорим прямо только о хайпе. А про аудиторию, про вот второй вопрос, могут ли быть интересны федеральные межрегиональные темы? Вот у кого-то есть какой-то пример, когда вы поняли, что взяли что-то, какую-то большую глобальную тему, там, не знаю, про ЕГЭ, и охватили другие регионы? Ну, конечно. А, ну, расскажите, какая тема? Наша редакция входит в сеть геннских порталов, это вроде как, ну, как 7 на 7, у нас когда-то больше, и нас побольше. Вот, и у нас значительная часть контента, который мы даем, мы, наша редакция, мы сидим в пельме. Так я вот к вам-то и вел, ждал, когда вы получите. Да, заметная часть контента, который мы даем нашей пермской аудитории, это, в общем, материалы наших коллег непосредственно, либо новости, которые отписывают у нас чуваки, которые занимаются только федеральной повесткой. Это вам помогает? Вы чувствуете, что это интересная аудитория? Это не сразу начало происходить, то есть ранее мы были более разрождены, как структура, и относительно недавно, то есть вот год-полтора, может, назад это началось как постоянная практика. Сначала я, в общем, СММ занимаюсь и читаю непосредственно фидбэк постоянно к этому всему. Сначала было дикое отторжение, ну, то есть пермяки прямо в смысле исходили на негодование, потому что это непривычно. Да, они требовали новости Перми, почему мы это должны читать. Теперь это всплывает только, ну, то есть постепенно со временем, если это становится частью позиционирования своего, ну, то есть как частью эволюционной политики, и ты это последовательно объясняешь самым неприятным людям из комментариев, то постепенно все привыкают. Сейчас отторжение возникает только, когда мы там пишем что-нибудь про Навального, потому что стабильно есть один, два, три человека, которые такой, зачем нам это читать в пермском паблике? Потому что вы про него много пишете, сейчас мы об этом поговорим. Конечно. Да, но вы создали прецедент очень любопытный. Это не значит, что вот этот рецепт для всех, и мы все сейчас должны брать что-то у соседних регионов. Но сейчас по конкретным примерам посмотрим, как можно раскручивать что-то и не абстрагировать, точнее, наоборот, уходить от своего региона. Про перекормить федеральными темами. Ну, вряд ли. Наверное, все-таки вы чаще всего занимаетесь именно своим регионам. Но, может, у кого-то были примеры, когда вы поняли, что нет, мы уже не постим фотографии с любимыми народными актерами, которые умерли, или нет? Нет этой проблемы. Нет проблемы, да? Давайте пойдем посмотрим на примеры. Нижний Новгород, новости Нижнего. Коллеги... Не смогли, они появились. Нет именно из этого медиа, коллеги. Это мы, да. Родственники, да? Это как бы на поле чудес начинается. Наверное, коллеги говорили о том, что вообще цифры-то старые, 11-го года, и, может быть, они вообще поменялись. Да, тут немножко непонятно, поработали коллеги с этим или нет. Мы с вами немножко, кстати, поехали. Там 156 репостов. Понятно, что много комментариев. Люди там начали возмущаться, почему волк всего лишь 200 рублей. Но ведь, по сути, к Нижнему не имеет никакого отношения. Да, и там у нас в Петербурге тоже иногда лось берет и выходит, когда замерз. И про него тоже все начинают писать. Вопрос. Можете ли вы найти такую тему у Минприроды и упаковать ее, и подать, и это будет интересно? Или не пробовали, страшно, или типа, ну, в принципе, да, попробовать. Вот как вы от себя ощущаете? И заодно параллельно я подкидываю, да, ведь если там кто-то что-то жахнет, про школы, там, про реформу образования и про ЕГЭ, то почему это федеральная повестка? Это же и наша, в том числе, повестка, да? Мы можем тоже об этом говорить, но просто с оглядкой там уже на наших лосей. Например, допустим, кто-то там у нас в городе сбил лося. Так, с инфоповодом. Возьмите микрофон, пожалуйста. Вот, и как бы параллельно с этим просто в конце сказать, что вот расценки, кого сбивать, сколько вы заплатите, грубо говоря. А без инфоповода? Вот так вот, как они сделали? Ну, немножко не так, но тоже неплохо, я считаю. Тоже неплохо. Сезон начался, да, то есть это же не просто так. Тоже как-нибудь вовремя. Мы с вами просто зацикливаясь на своей региональной повестке, сидеть и анализировать там и цифры Минприроды или там Росстата, ну, это сложно. Я не уверен, что все сидят, этим занимаются. Мне кажется, иногда можно посадить кого-нибудь, особенно там, начинающего или практиканта и находить какие-то любопытные темы и уводить их в том числе в инфографики, да? Потому что те же самые новые законы, которые у нас постоянно регулярно принимаются, их можно тоже делать с оглядкой на свой регион. Я вот, например, в редком Петербурге у себя недавно сделал такую инфографику, просто собрал количество станций метро в Петербурге и показал, что все плохо, что последние годы мало что строится. Коллеги из питерского сайта «Канонер», хорошие региональные медиа, сделали репост, и в комментариях там человек написал, вот хочу взглянуть на аналогичный график для Москвы. У них аудиторий намного больше, чем у меня, у меня 5000, и, конечно, я сделал для этого человека график для Москвы, и не только для него, потому что понял, что это может быть любопытно. Да, но тут я заодно показал динамику. Ну, инфографика так, на коленке, бегом. И вот на днях мы выложили, но не просто для Москвы, мы еще взяли Нижний Новосибирск, Самара, Екатеринбург и Казань, чтобы показать, как везет одному городу, и как нам всем с вами, может быть, не очень везет. Хотя у меня аудитория совершенно про Петербург, и вроде ее это не касается, хотя есть аудитория, которая переехала просто, например, в Петербург. Просто как маленький пример того, как можно упаковывать разные темы. Ну вот, 7 на 7. Мне кажется, хорошая тема. Точнее, тема-то так себе. Ну, не тема, а самый фоповод. Да, протязание РПЦ. Но то, что в карточках упакованы примеры из разных городов, это то, чем не занимаются федералы, хотя они должны вроде этим заниматься. Если они этим не занимаются, то почему бы нам этим не заняться? Почему, если меня интересует абсурд, а мне кажется, ваша аудитория должна интересовать абсурд, то есть вы заточены на рассказ о том, как страшно жить, то пускай они прочитают еще какие-то конкретные примеры. Это любопытно. Это не значит, что нужно это использовать, но это ваша фишка, элементы которой, мне кажется, можно взять себе на вооружение, если выражаться штампами. Что вы об этом думаете? Согласны, не согласны? Или зачем наша аудитория читать? Вот там у нас забрала РПЦ храм, а зачем мне подборка того, как сделано это в других регионах? Типа, эта аудитория нам будет неинтересна, либо наоборот, это расширит, и к нам в том числе придет еще кто-то. Как вы думаете? Да, тут у меня, в принципе, претензий нет и к упаковке, и к тексту. Мне просто вот важно просто понять, что мы с вами внутри конкурса «Вместе медиа» можем подглядеть друг у друга какие-то форматы. Не под копирку, но это просто редко встречается, и мне кажется, это хорошее расширение аудитории. А вот тут другой обратный пример. А кировская редакция есть? Нет? 7 на 7. Здесь ссылка на какого-то там, кто он там, сопредседателя движения «Голос» с его же заголовком, его полный текст, просто туда идет очередной кирпичик, который власть сама закладывает. У сообщества 3000 подписчиков, и вопрос про то, что, при чем тут Киров? И это очень часто. У 7 на 7, когда мы берем федеральную повестку, немножко ей увлекаемся, и из местного локального сообщества превращаемся просто в такой оппозиционный листок. Мне кажется, вот это не очень удачный пример. Это был бы удачный пример, если бы здесь был хороший бэк про то, как до этого в Кирове проходили выборы. Подвязать просто хотя бы, да, к местности, и тогда мы вопрос сняли. Конечно. Отталкиваясь от вашего тезиса, не знаю, если будет время, соберитесь как-нибудь в редакции, проведите какую-нибудь фокус-группу, посмотреть прям федеральную повестку, какие-нибудь новости жуткие там Стаса, и посмотреть, а можно ли их как-то подвязать к региону. Честно, очень много всего. Если бы это был не федеральный, если бы местный был, да. И он бы прокомментировал. Да, берем местного эксперта, и он комментирует федеральную повестку. Но когда принимается там новый закон Госдумы о каком-нибудь очередном штрафе, то это не тема известий и ТАССа, это и наша с вами тема, потому что штрафы будут и в нашем регионе брать. Но мы на этот инфоповод просто иногда не смотрим, типа, не, ну Госдума приняла, мы-то тут при чем? Как при чем? Вот она наша полностью тема, да. И таких тем с лентой ТАССа можно просто много взять, просто начать смотреть на них с оглядкой на нас. Но аккуратнее, да, потому что вот это как раз пример, может быть, не самый удачный. Ну вот, поддерживать людей, которые развивают регионы. Хотя я бы поспорил с подводкой, да, потому что, ну это вы просто, потому что злодеи там. В хорошем смысле этого слова. Назначенцам из Кремля неинтересно развивают регионы. Это все-таки обобщение, потому что, получается, все назначенцы, все-таки ведь есть, насколько я понимаю и пытаюсь следить, есть и нормальные губернаторы, бодрые губернаторы, да, которые не только назначенцы, которых выбрали, и которые, кстати, все-таки не от одной только партии, а от другой, их же как будто не назначили. Ну и к тому, что понятно, что это вот ваша аудитория, и вы ее окучиваете в этой подводке, но это тоже немножко сужение аудитории. Хотя дальше вообще вопросов нет, да, когда региональные медиа рассказывают про своих жителей и про общественников, про замечательно хороших людей, и еще и какими-то спецпроектами. Мне кажется, это всегда хороший пример, и многие из вас эту поляну вполне себе окучивают. Марийская правда. Нет ли с нами коллег из Марийской правды? Есть. Есть? Вы? Здравствуйте. Мы с вами, с кем-то из вас, виделись в августе на одном семинаре от журналистов. Может быть, не с вами, с кем-то из коллег из ваших. Вот вопрос про Николая Губенко, замечательный актер и режиссер большой, и жалко, что умер, но вопрос, включаем ли мы к себе в ленту или не включаем, как с этим быть? Потому что если мы позиционируем себя как аудитория, которая, скорее всего, помнит Губенко, и для нее это не просто там какой-то странный человек, то тогда это уместно. Но тогда вопрос, а как посчитать, у нас аудитория поняла, кто это Губенко, или в соцсетях у нас все-таки сидит люди помоложе? Причем мы с вами сейчас не предложим какой-то один вариант ответа. Вот коллеги из Марийска, правда, ответили на него этим постом. Мы сейчас с вами просто поразмышляем, как вы думаете? Сами не помните, как было, почему поставили? Ну, прям стопроцентно причину. Я понимаю, да. Я помню, что мы про смерти вообще известных людей, федеральных, конечно же, мы не всех ставим. То есть понятно, что мы, например, постили точно так же Бориса Грачевского, потому что он приезжал в Вишкар-Алу, проводил там кастинги детей, писали, то есть мы про Василия Ланового. Ну, то есть про знаковых, каких-то действительно больших актеров. Да, поэтому Губенко тоже мы, насколько я помню, у нас просто мы реагируем также на комментарии читателей, и некоторые, вот я помню, там, комментируя местных наших артистов, да, то есть приводят в пример кого-то, вот бы им поучиться там еще. То есть мы примерно понимаем, да, пласт, вообще аудиторию читателей в соцсетях, в том числе, поэтому ориентируем ее на ВКонтакте и на Одноклассники точно. Эти посты были размещены, потому что понимаем, как бы, что это будет интересно, узнаваемо и будет комментироваться. Да, я просто для меня, Губенко, мне кажется, не самый, к сожалению, известный режиссер, хотя вот кто не видел, советую его фильмы, но мне кажется, он, к сожалению, вот из такого, из второго и третьего ряда, и у меня это вызвало по этому вопрос, конечно, что он появился, не потому что он этого не достоин, потому что, а вот где та грань, когда мы понимаем, ставим мы про это или нет, что еще кто думает? В общем, это оригинальный интерес, резюме. Да, я понял, спасибо вам за это. У нас в редакции это очень долго и горячо обсуждалось. Так, с чего пришли? Некрологи все эти публикователи, те, которые никакого отношения к нашему городу не имеют, даже не приезжали. И пришли к тому, что да, никакой логики здесь нет, это просто практика. Очень много просмотров и комментариев собирают эти посты, людям это интересно. Мы пришли для себя внутри редакции к тому, что Марк Твен был прав, самым интересным в любой газете это некрология. Ставить. Все, и этого достаточно. И мы ставим, да. И как бы не жалеем. Хотя, вот по логике, если бы это был не смерть известного человека, а какой-то закон, который не коснется нашего региона, не ставим. Федеральный закон. Окей, принимается. Если в топе Яндекса там умер известный артист такой-то, а ты понимаешь, что ты не помнишь, кто этот известный артист, ты его загуглишь и поймешь, о, да, я смотрела этот фильм и в принципе... Да. Тут конкретно со смертями какой-то древний механизм такой срабатывает. Хорошо, да, потому что всех это ждет. Смотрите, я бы... Тут вот видно про главную роль в фильме директор. Я бы прям сделал, может быть, раз это по соцсетям, прям список, там, не знаю, пять фильмов или ролей Ягубенко, которые нужно обязательно посмотреть, да. Кинопольскую или такими образом? Чтобы мы не просто там, ну, Грачевский, да, а чтобы мы, если мы все-таки пишем про этого человека, мы хотя бы нашли в редакции человека, который либо в курсе, либо пошел бы и посмотрел один фильм и, может быть, даже написал бы там какой-нибудь материал. Я, понятно, говорю такие утопические вещи, сейчас мы пошли смотреть целый фильм, но вдруг, да, вы найдете какого-нибудь местного киноведа, кинокритика, кинозатейника, который любит, а? Википедию. Ну, или хотя бы Википедию. Ну, я уверен, да, что в Мариэл точно живут люди, которые любят кино и фанатеют Погубенко, и, может быть, у них можно было что-то вытащить. Но мы увлеклись. Да, как я отвечаю на эти вопросы? Про баланс уже сказали, да, о том, что баланс нужен и понятно, что в пользу своих тем. Федеральные темы это не про Москву, а про нас, про регионы. Понятно про привязку к местной повестке. При этом, может быть, не всегда понятно о том, что никто не заставляет зациклиться только на своем регионе. И, может быть, иногда, если это в тему, то расширять тему до других регионов, опять же, до соседних регионов, с которыми иногда есть плотные какие-то тесные транспортные и экономические связи. Но это мой взгляд на эту тему. Дальше побежали про проблемы. Читаю и смотрю, что мы все сталкиваемся с тем, что дефицит интересных тем. Когда там подходил сентябрь, я для своей газеты обязательно делал материал про подготовку к школу, к новому учебному году и уже там не знал, как изгаляться, чтобы сделать что-то приличное, найти какую-нибудь классную редкую школу. Но это проблема. Соответственно, дальше избитые темы, то есть постоянно идет повтор одних и тех же тем. И главные источники информации, просто потому что это их задача, это власти-силовики. То есть они нас пичкают этими пресс-релизами постоянными, и мы нет-нет, да и что-нибудь там возьмем. Да, это вроде бы нормально. Про что делать? Искать вечные темы? Сейчас приведу пример, ваши же примеры, что я понимаю под вечными темами. И вот этот хороший совет, ну, я думаю, вы ему следуете, раз вы приехали на Вместе Медиа, это просто подсматривать друг у друга. Не в смысле переписывать, списывать и заниматься плагиатом, нет. А просто потому, что иногда кто-то придумал с оглядом на свой регион классную тему, и эта тема может лечь на наш регион, на наш город. Мы просто никогда не догадались, не додумались, особенно, когда идет какая-то оперативка. Может быть, у вас будут какие-то комментарии, может быть, вы не согласны с дефицитом темы, или наоборот, кто-то думает, блин, да, действительно, иногда сидишь и не знаешь, что бы еще такое интересно написать. Все уже написали, городские активисты классные закончились, болтуны, говоруны в эфиры уже все приглашены, и вот никак, как коллеги. Или я преувеличиваю и вообще там каждый день. Если в редакции фантазии хорошо, можно просто несколько запросов отправить официальных куда-то, задаться какие-нибудь вопросы, спросить у официальных лиц, и по результатам их ответов, если тем более нормальные отношения с секретарями, они в Телеграме быстро отвечают, то сделать это... А вы практикуете вот так просто отправку, да, запросов? Для начала просто в Телеграме кушу про секретаря, а потом да, запрос. Хорошо. Когда отвечают вот даже не 7 дней, ну, если это не МВД, то 7 дней не проходит, наконец. Хорошо, спасибо большое. Как вариант. И еще, кстати, одна мысль относительно федеральных и региональных тем. Возьмите микрофон, пожалуйста. Да. Пожалуйста, еще одно соображение. Есть такая штука информационная система Гарант. Мы вообще, как радио, мы не стесняемся списывать у кого-то темы, подсматривать у информационных агентств что и как. Но у нас аудитория, она приучена следить за темой ЖКХ и хорошо в ней разбираться. Так вот, по опыту, практически любое введение в системе ЖКХ законодательное, оно может быть легко, элементарнейшим образом привязано к нашей региональной повестке. Классно. Вот очень хороший кейс, когда мы все живем, да, полностью с этой темой ЖКХ. И мы понимаем, что это наша тема и мы просто ее берем с оглядкой на нас. Классно, да? То же самое капитальный ремонт. Выходит какое-то малейшее изменение в законодательстве, это уже тема. Уже можно спрашивать комментарии у наших любимых экспертов, которые об этом, наша аудитория, которая за этим следит, рассказывали. И, соответственно, привязывать бэки какие-то. Спасибо большое. Тем более ЖКХ, да, она вот видно, что всегда в топе, да, люди всегда набегают и начинают говорить про отопление. Да, кстати, вот поддержу абсолютно вот федеральные темы, отработка, точнее, федеральных тем на местном уровне, вот очень хорошо у нас заходит, в частности, материнский капитал. То есть мы регулярно, когда идет речь о повышении, там, и без изменения, мы у нас вообще на ура, заходят тексты о том, сколько семьи у нас получают, как там обратиться вообще, то есть, ну, какие-то отзывы при этом, то есть мы добавляем, в общем-то, эта тема достаточно имеет постоянное свое развитие. Потому что наша аудитория, это не какие-то другие люди, это те же самые люди, как мы, да, потому что нас тоже с вами интересует там капремонт, да, или материнский капитал, или ЕГЭ, все эти вещи, и иногда просто, когда ты внутри профессии, то застет глаза, и типа есть какая-то странная аудитория, и типа мы, да, а это мы и есть, да, вот если оно нам интересно, и нас оно касается, то мы тоже про это с удовольствием будем читать. Спасибо большое. Есть еще кто-то? Да, добавил бы, что интересные самые темы, они прячутся в самых скучных, и источникам тоже может быть власть, но интересного они никогда не расскажут. У нас каждое утро начинается с мониторинга нескольких сайтов, госзакупки, скучно, нудно, но там это золотая жила, единый федеральный реестр сведений о банкротстве, как, где, на каком предприятии задолжали за электричество, с обучением персонала, все там, каждое утро, плюс ЗАГСО, разумеется, плюс горсовет, что-то путное, если у них где-то подгорает, они в жизни не скажут, они будут это скрывать, но они обязаны по закону, и соответственно, если каждый день, не пропуская методично это прочесывать, это, да, это трудоемко, но это работает, и там можно находить совершенно эксклюзивные вещи. Спасибо большое. В каждом же горсовете есть по-любому один-два таких честных, с которыми нужно дружить, и которые будут сами рассказывать. Контакт с ними наложить. У нас в Петербурге Смольный, наша администрация города, выпускает каждую неделю информационный бюллетень со списком всех анонсов, всех событий. Я уверен, что у вас тоже местные чиновники этим занимаются. У меня есть просто любимое упражнение студентам найти в этом несколько десятков страниц в этом Талмуде, что-то интересное, там оно есть обязательно, оно там запрятано, либо событие какое-то, либо какая-нибудь такая оговорочка, типа, что вообще-то там на самом деле, опа, как это опа, погодите, что за цифры, что там будет с Приморским парком Победы, освещение какое-то, они обещают, про это вообще никто не знает. Кроме того, мы иногда просто, сидя в редакции, не обращаем внимания на то, что происходит за пределами редакции. То есть это вот как раньше, когда я начинал работать в Волгоградской правде, это такая была привычка, да, там планерка утренняя, и что кто по дороге нашел и заметил. Ну, это самый, самый замечательный вариант. Я однажды так попал на купол Казанского собора, потому что с утра шел и увидел там каких-то дядей, которые ходили, позвонил, они говорят, ну, у нас реставрация крыш, а можно? Ой, да можно. И я туда к ним залез, и у меня вообще был эксклюзив, и потом после меня городские медиа вышли, типа, Казанский собор, началась реставрация. Она шла месяц там, это реставрация, никто просто не выпустил пресс-релиз, да, и никто из журналистов не увидел, типа, пробегая мимо. Мне кажется, хорошая тема, а не надо просто вот так вот мимо. Еще, может, у кого-то какой-то будет лайфхак? К свету. А, к свету, да. Так там жарко просто к свету. Давайте дальше пойдем. Марийская правда, глава Мариэл. Поздравил коллектив Мариэл. Я не буду читать в комментариях, хотя, мне кажется, люди сдерживались. Там модератор хороший. Модератор хороший, да. Ну, я уверен, что Евстифеев вряд ли прям требует, чтобы это ставили. Я бы, например, это вообще не ставил. Но это про избитые темы. Не знаю. Если, конечно, с дулом стоят, то да. Ну, то есть ролик, что он является правительством, это глава правительства. Да, это понятно. Здесь мы не можем рассказать. Мы фото иногда согласовываем, так что... Нет, я понимаю, что все еще зависит от местной пресс-службы и от взаимодействия с ними, но тут единственное какое-то решение может быть торговаться. То есть я, когда был пресс-секретарем на госслужбе три года, и у нас были подведомственные пять муниципальных газет, я понимал, что крупному чиновнику вообще по барабану он будет на первой полосе стоять или на второй полосе. И я просто увел эту традицию, там, вы поздравляете, но на второй, ну не пугайте своими, блин, лицами, аудиторию, да. Да, нет, это ни в коем случае не говорит о том, что он у вас постоянно. Это просто один из примеров того, что... И опять здесь же я не знаю контекст, да, но я уверен, что если там попытаться наладить какие-то нормальные отношения с пресс-службой, то убедить их в том, что, может быть, нужно вот этот баланс немножко уводить в сторону меньше информации такой и больше информации про людей. Потому что иногда получается, что пресс-служба даже и не настаивает на этом, да, мы просто сами привыкли, да, ну раз поздравление, то... Причем поздравление ГТРК Мариэл, то есть если бы граждан поздравлял, ну понятно, да, тем более если это учредители, то надо поставить. А то, что он поздравляет журналистов ГТРК, которые, может быть, и не читают, то я бы, например, не ставил. Но это опять же, да, я не знаю, какие у вас там взаимоотношения с человеком, и иногда бывают такие пресс-секретари, что палец в рот не клади. Не узнал сразу его без маски, пишет Игорь Судаков. Мы тоже не узнали его. А вот этот пример, интересно, это вести Стрельные, под Питером есть Стрельная. Они, во-первых, сами придумывают события и устраивают еще трансляции их. Это не значит, что мы с вами, мосовики-затейники, должны тараканами всех кормить детей. Но, по идее, вот это неплохой пример, когда они пиарят своих муниципальных депутатов, но делают это очень хитро. Иногда так, типа, депутат что-то сделал. А все, ну это раз в месяц. А остальное все, это для жителей Стрельны, про там всякие выставки, там какие-то там их проблемы с ЖКХ, тараканов, что-то там сделали, детей наградили, конкурс провели. Бодрые такие люди, там на Ютубе что-то делают. А Стрельны, вообще маленький такой поселок под Петербургом. Как вы думаете? Ну, понятно, что час 19, это только любители тараканов могут смотреть. Это перебор. Но я вот, я бы начал, если бы я жил в Стрельне, я бы, конечно, позалипал бы. Да? Это был прямой эфир, он потом остался просто, да. То есть они... Это... Это... Да, это ВКонтакте, да. Сколько человек в кабинке? Шесть? Не помню. Пока заполеть 30. Не помню. Нет, это 30, это номер слайда. Ну, может, там 7-10, ну, что-то такое. Да нет, нормально, там вкусно. Вот видите, мы же заинтересовались посмотреть, то есть как бы здесь есть такая драматургия, типа, как они там не окалели после этих тараканов? Только меня хронометраж отлично смутил. Час 19. Да, перебор. Это реально смотреть, да, час 19. Да, 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 перебор. Это мы бы с вами уснули там. 59.ru не с нами, коллеги? Это мы... Да, сегодня, наверное, обсуждали, да? Наверное, говорили, что слишком длинно. Но по сути, ведь у нас у всех есть телефоны, нам часто звонят всякие плохие люди, и это тема любого региона, да, особенно если у нас есть такая классная запись, либо мы, не знаю, можем сделать, вспомнить такой, помните, классный формат журналистский эксперимент. Не знаю, наверное, на месте медиа пока рано вводить такую номинацию журналистский эксперимент, но мне кажется, если бы ввести, то вы бы могли сделать классные журналистские эксперименты, в том числе вот на такие темы, да, там вот я написал телефонные мошенники, ЕГЭ, коллеги, может быть, еще предложите какие-то темы, которые вы понимаете, что да, они выстреливают, и они просто всех нас касаются без разницы из Пермима или из Казани. Инфекционная больница. Какие больницы? Инфекционная. Что касалось всех. Была просто отработка вот по межрегиональным новостям. Мы привязали нашу больницу, которую 107 лет не могут возобновить, построить больницу. Челябинску, которую построили за три месяца, и получили согласные футболы. И это на вопрос, как у вас есть. Здорово. Спасибо большое. Это интересно. Больницы и вообще, как там нас лечат, да, и там какую справку, как добыть, это вот одна из таких тем. Еще, коллеги, может, кто подскажет? Транспорт, да, дистанционное образование, да, то есть вот как промат-капитал, да, то есть вот мамы, которые иногда цинично называем мамочки, да, вот это в хорошем смысле это слово аудитория, да, люди, которые интересуются образованием там своих детей, там, в том числе деньгами, которые они получат, дистанционным образованием, это всегда хорошая тема, да, а как вообще там идет это образование? Еще, может, какие-то темы? ЧКХ, это, тем больше, что в разных регионах разный опыт, и бывает, вот у нас тоже, мы замечали, мы пишем про, ну, условно говоря, у нас там водоканал, да, там все там плохо, мы берем какого-то соседнего региона, их практику, и оказывается, что она там положительная как раз, и это оказывается, что это не обязательно, вот можно на гнилых трубах сидеть, и вот это тоже, это всегда пользуется. Это интересно, вы знаете, в этом случае мы с вами выполняем роль власти, которая вообще не следит за тем, как она там происходит, да, вот у нас Петербург, а соседний регион Ленобласть, и Ленобласть там развивается, а Петербург так себе не развивается, и они вот этого не видят, и получается, что это тоже одна из задач журналистов, да, мы с вами такие, как эксперты, вместо чиновников начинаем объяснять аудитории, в том числе нашим чиновникам, да, то, что типа, ребята, а вот, а у соседей получилось, они там сделали, да, там, а вот в Казани метро пошло вверх, да, а в Челябинске начали строить, и вообще не построили, да. Не надо забывать, что они нас тоже слушают и читают. Да, да, то они наши тоже аудитории, и мы, если по капельке, сейчас опять утопим, но тем не менее, мы тоже, да, немножко можем аккуратно и продвигать, то есть если никогда не писать, что нужны общественные пространства и пешеходные набережные в Петербурге, их никогда не будет, а если по капельке годами писать про это, то когда-нибудь наш очередной губернатор Петербурга что-то общественные пространства хотят, да, давайте сделаем, пускай успокоятся, и оно появляется, и все радуются, но я, конечно, утрирую. Выборы тоже вполне верно. Выборы, да, горячая тема, особенно, когда, если есть, да, понятно, что застой, и люди устали, и новые люди идут в муниципальные депутаты, да, пытаются, начинается там какая-то политическая возня, это тоже всегда интересно. И Аудмуртия берет тему, еще одну общую и всех интересующую, кредиты, деньги, правда, картинки не свои, то есть вот если бы найти какого-нибудь художника, не штатного, да, а вообще просто поискать среди знакомых какого-нибудь классного художника, который будет вам иногда что-то рисовать, вообще будет замечательно. Если не ставить так много хэштегов, то в принципе тема всех этих платежей страховых кредитов это вполне хорошая тема, да, такая же, такая же общая и касающаяся многих. Стоимость продуктов еще может быть. Да. есть как-то рейтинг по-другому, когда по одному гамбургеру можно спорить потреб корзина, да, вот это вот. У нас также сделали с местной сетью в Эхатлее, то есть на одной сети смотрят стоимость продуктов и соответственно. А еще если под эту нативку какую-нибудь затащить, ну тогда там будет немножко необъективно, но согласен, да, то есть магазины, да, мы все, мы все ходим, значит мы можем про это писать. Правительство Нижегородской области, ну, самое-самое элементарное, что может быть интереснее, но люди-то не заходят на сайт правительства, а здесь они впервые в Инстаграме у журналистов увидели. Вообще там, изотов, сколько лет, как вы думаете, я не знаю, ну, в вашей версии. Сколько лет? Сколько лет вице-губернатору? 25. Но не 40 же? И не 35. Ну, может, просто старая фотка или хорошо выглядит. Ну, в общем, блин, молодой вице-губернатор, здорово, да? То есть добавьте еще там возраст вице-губернатора, не знаю, там, образование, доход. Дотяжение. Комментарии есть, да? Прочитали? Кто все эти люди? Ну, там жалко, нельзя еще что-то показать. Но, по сути, мы можем тоже ведь сделать это на своей привязке. Ага. То есть правительство, и, наверное, с ними мы установили такую же, которую был ровно, и эту, кто за полгода был сменен. То есть красный. А, да, да, вполне. То есть просто вести свою там какую-то такую табличку, да, с какими-то такими штуками или, не знаю, с классными цитатами, например. Здесь еще такая заходит интересная вещь, тоже не раз ее эксплуатировали каким-нибудь праздником. Во-первых, например, к 23 февраля всегда нормально дембельские фотографии мужиков вот этих. То есть губер там в какой-нибудь там ушанке, да, там и вот эти все прочие. Аналогичная история к Новому году у нас была серия просто архивные фотографии детские, у елочки стоит глава. Ну, вот это вот все, это тоже... Это очень хорошо с точки зрения пиара, когда они не в пинджаке сидят, а когда они, оп, и немножко с человеческой стороны... Да, здесь и они сами готовы поделиться, и люди их видят, все-таки тоже как бы люди, а не просто пиджак, да, там пустой сидит. Да, я знаю одних питерских журналистов в муниципальной газете, которые начали очеловечивать своего нечеловеческого главу, и у них получилось, то есть они вообще немножко так начали его раскрывать, раскрывать, и оказалось там и хобби, и охота, и дети замечательные. И они так аккуратненько влезли в личную жизнь, человеку самому понравилось, то есть они очеловечили, это было очень интересно и здорово. То есть, по сути, тут можно дальше раскручивать, да, здесь такой только один заход, дальше там всякие еще будут, то есть у них прям несколько слайдов, но мне кажется, было бы... Это тоже хороший ход. Новости Кирова. Нет коллег из этого издания? Я понимаю, да, что я дублирую, я, к сожалению, не успел из-за самолета к вам на пост. Не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, неплохо. Как бы, и почему нет? Понятно, что вроде бы мы копаемся, типа считаем чужие деньги, вроде бы, типа там неэтично, но почему нет? Да, мы же просто подсмотрели, подглядели, и теперь после вместе медиа во всех регионах по Волжье выйдут посты про часы, про часы местного начальства. А часы, а там где часы, там и галстуки, и прически, и стиль вообще, и фэшн-блогер комментирует там прически местных дам, чиновниц. Ну, сейчас мы договоримся за чего-нибудь плохого. Новости Кирова тоже, скорее всего, сегодня говорили, да. Я тут не, скорее, не про этот повод, о том, что типа вообще не видно Кирова, и покажите Киров на прогноз погоды. У меня вот знакомые из Золануде тоже обижаются, говорят, почему никогда в Лануде не показывают, мы там живем, а нас никогда не показывают. 43 репоста. Это понятно, что местный там какой-то парень прославился, и коллеги, конечно, это взяли, все правильно, но я тут скорее про погоду просто, потому что, по сути, если я это вижу, как журналист, я думаю, так, а мой город показывает вообще в этих прогнозах погоду, да, а не сделать ли мне какой-нибудь обзорчик, вообще, а почему там, где показывают, а где не показывают, ну, так вот просто, с бухты барахты, потому что это такая тема для соцсети, она вполне может зайти, как вы думаете, или нет, или скучно. Не показывают еще, не показывают еще, пускай набегут и напишут о том, что почему не показывают, либо вы сделаете свой эксперимент, и в данном случае героиня, ведущая увидела это в соцсетях, это разошлось, потому что он это сделал смешно, и она записала отдельно видео, и рассказала, подробно прям, потроллила их о том, что типа, значит, в Кирове такая прекрасная погода, а в Сочи плюс восемь холоднее, чем в Кирове, и именно это и зашло, то есть понятно, что здесь надо еще куда-нибудь крутить. Да, ну, просто к тому, что вот я так понимаю, что это вообще такая, может быть, беда, может, мне так кажется, типа, что там про нас говорят на федеральном уровне. Если орган шутил про Саратов, все скажут, да, вот примерно, да, я про это же, это всегда, конечно, не уйдет, но вот еще опрос «Марийская правда» в Международный день дружбы, вообще удивительно, как мало, стало вот этого жанра просто уличного, вроде бы банального опроса. Он почти умирает, а я вот вижу и по аудитории, может быть, мне так кажется, что это интересно, вообще увидеть живых, настоящих людей. Нет, просто это всегда здорово заходит. Да, ну вот их почему-то, вот, по крайней мере, на конкурсе в соцсетях, в номинации «Пост», да, вот этого, этого всегда почему-то мало. Так, вот тут еще «Марийская правда», вся правда о митинге Навального в Йошкар-Оле, обращая обращение активиста. Но тут непонятно, точно ли это вся правда, может быть, не вся, и тут начинается такая уже политическая позиция, тут уже проблема с тем, какую позицию отставим мы и должны ли мы отставить эту позицию, да, потому что они, они разные, Уфа, 1.ru, коллеги, нет с нами? Где вы? Ага, здравствуйте. Вот, мне тоже всегда нравилось, приезжает к нам министр Мединский и говорит с губернатором, там, малый драматический театр Додин будет построен в 2015 году, там, в январе все, я себе записываю, там, январь 15-го, МДТ построен, Мединский, там, сказал, хорошо, январь 15-го приходят, у меня в блокнотике написано, все, у меня инфоповод, министр пообещал, не сдержал, да, то есть, я уверен, что вы тоже используете это, если записать все, что говорит начальник, он еще под дождем, что ли, сфоткали несчастного человека, ну, неэтично, конечно, каждый из нас сейчас пойдет дождь, мы с вами тоже будем так выглядеть, ну, ладно, в общем, мне понравилось, да, то есть, как бы здесь вообще нет никаких оценок, то есть, человек говорил, менял свою позицию, и мы все это сделали, и видите, я даже лайк поставил, мне понравилось, мне кажется, это интересно, и это, это, это по-журналистски, тут 7 на 7, 9 граффити из регионов поддержку врачей, то есть, да, вот она, тема эта читается, читается, а почему бы людям не показать какие-то еще другие картинки, мне кажется, это было неплохо, другие места, есть ли с нами коллеги из других мест, они, наверное, в других местах, да, сидят, тоже тема, тема краеведения, тут вот уже там был у нас пример, дефис места тире, здесь у нас длинное тире, а хочется другого тире, на живописном холме, ладно, раз нет коллег, не будем, новости Перми, с нами, да, сами картинку делали, или взяли откуда-то, ну шаблон-то и местный, да, ну а текст просто поставили, да, свой, ну вы видите, что произошло, то есть, ну там, ну поставим мы телефон Роспотребнадзора, понятно, что картинка сыграла роль, но 88, не только потому что прикольно, но еще и полезно, да, и, может быть, мы вообще просто иногда не звоним в эту, в Косинспекцию труда, или в Центр занятости, а может у них там что-нибудь интересное происходит, это как раз коронавирус был, все звонили, ну как раз, да, я с телефонов отсылал сто раз в день, все говорят, да, то есть, зашло, 61 тысяча просмотров, новость Альметьевска, коллеги, нет с нами, не доехали, значит, неплохой ход, жители жалуются на горячую линию, журналисты пришли, сказали, да нет, все нормально, хотя оказалось в комментариях, что вообще ничего не нормально, и журналисты на самом деле плохо сработали, то есть тут пример того, что если и отрабатывать тему, то конечно до финала, потому что как только читатели понимают, что мы немножко сказали там полуправду, или что-то преувеличили, они конечно этого не прощают. Новости Кирова, нет коллег? Опять про погоду, тут спорно про картинки, да, и тут нужно либо быть классным дизайнером, либо не заниматься этим, но почему нет, да, то есть там как-то попытались обыграть, может быть надо было поставить только одну, какую-нибудь самую классную картинку, может быть вообще надо было не ВКонтакте, а только в Инстаграме, но хотя бы какой-то новый поворот вот этой темы, вечной темы, да, дождь и всех, и всех залило. А вот новости Нижнего Новгорода, смотрите, тоже банальная тема, про то, как сложно сейчас идти подниматься, Казанский федеральный университет, по вот этой горке, да, все скользят, а тут еще такие сосульки страшные такие наделали, и такими карточками дали адреса. Мне кажется, неплохо. Весна на наше голову. Время? Да. Хорошо. До восьми, работаем еще вполне. Мы все не успеем, но тем не менее. Тоже еще один пример из 7 на 7. Про великий ужасный стаканчик, опять, кстати, рассказываем, да? Это не значит, что не надо это использовать, это значит, что мы просто слишком часто стали формулу использовать, которую на улице полицейского наделал немалый шум и останется актуальным еще надолго. Здесь история, тут скорее пример по упаковке в Инстаграме, да, что половинка фотографии, половинка текст. Редко это используется, мне кажется, это интересно, да, когда я листаю не просто фотографию, а текст читаю в подводке, а я вот это вижу еще вот в таком виде. Если есть дизайнеры, могут что-то сказать, сказать, да, классно или нет, о чем говорите вы. Хорошо, дальше. Коммуна. Не знаете, что делать в выходные, а может быть, планируете отпуск, думаете, чем бы заняться, у нас есть для вас вариант. Да, вот этот опять вспоминаем, этот разговорный стиль, и пошла ссылка на тильду, карта местности, хороший спецпроект, да, такой вот досуговый, вот мы в Редкомпетербурге тоже делаем такие прогулки, маршруты по небанальным местам, и видим, что маленькая наша аудитория, она какому-то костяку это нравится, да, у нас есть люди, которые прям берут наши маршруты, гуляют по нему, когда мы делаем что-то полезное и досуговое, да, в хорошем смысле слова досуг, для людей. Я только не понял, зачем тут оставили ссылку в самой подводке, мне кажется, ее можно было убрать, она бы осталась там, и человек бы спокойно перешел. Но вот этот разговор еще о том, что можно подглядывать просто друг у друга форматы каких-то спецпроектов или рубрик, да, кто как раскручивает тему, там, краеведения, либо достопримечательности каких-то туристических интересных мест. В принципе, если по этой презентации пройтись, да, можно на это все потом поискать, покликать и почитать. Вот, например, новости Кирова, которых с нами нет, да, они подали в номинацию пост, хотя это не номинация пост, да, это отдельно, если будет номинация геймификация, но все равно не могу не сказать, простите, если повторяюсь, они сделали квест, да, они подключили чат-бот во Вконтакте, и мы с вами, конечно, должны, если подаем, тем более, на номинацию пост или просто вообще работаем с соцсетями, смотреть все новые виджеты, которые подключают Вконтакте и пробовать их. Я не знаю, что надо все их использовать, но почему нет, вот мне кажется, это редкий пример, точнее, вот единственный пример, когда региональный медиа подключил именно этот виджет, и жалко, что мы у них не можем спросить, зашло или нет. Ну вот новости Нижнего Новгорода, опять же, друг у друга можно подсмотреть, кто как оформляет вот эти вот картинки, некоторые просто, типа, оформляют одну иконку, подключиться, там, подписаться на нас и все, да, а вот здесь, ну такой, ну хороший пример того, что я могу понять, да, там, как, что мне надо пройти, например, этот тест, и тестов хороших мало, но они есть, и их тоже, мне кажется, можно просто хотя бы вдохновляться друг у друга. Какие продукты научились имитировать в России? Baby Hamon, ты ему слово, он тебе два, проверьте, сумеете ли вы переспорить инспектора ДПС, 12 слов из школьного сленга, которые сломают мозг, и я пару тестов прошел, это интересно, да, вроде бы не про Нижний Новгород, да, и это не значит, что панацея, что мы должны всю ленту заполнить тестами, но если есть в команде человек, который может что-то такое придумать, мы вот в редком Петербурге, так как у нас про краеведение, мы просто, и у нас аудитория любит архитектуру, мы там просто загадываем какие-то там тесты, загадки там про редкие места в городе, там, не знаю, про Марсовое поле, про Дворцовую площадь, и там мало переходов, но какой-то костяк и потенциально своя аудитория, она это проходит. Какие-то тут вопросы, комментарии, может кто-то наоборот считает, что зачем мне наше дело развлекать, хотя здесь не только развлечение, тут там есть иногда и серьезные какие-то темы, у кого-то есть опыт того, что да, мы пробуем и нам нравится, либо мы пробовали, но сложно. У нас даже такая традиция есть небольшая, но в Инсте в основном берем, допустим, скажем, три телефона, три рингтона, журналистов наших, нашей редакции, включаем, вот три рингтона, угадайте, где чей, у кого звонил, у кого там, да, там, допустим, там, панкуха играет, у кого-то там рэпчик и так далее, и уже люди, мы не понимаем, почему им это интересно, им прикольно, они смотрят, кто помоложе, у того, наверное, ну и вот эта вот, эта вот байда затягивает, очень много комментариев, либо девчонки из сумочек вытряхивают, у кого в сумочке что было, угадайте по кучам вот этим вот, и как бы да, то есть портреты наших девчонок и Тетрис вот соединить линиями, и вот это заходит, тоже прикольно, плюс к всему как-то получает, что у нас такой небольшой, вроде как, такой эмоциональный контакт с нашей аудиторией, то есть не просто мы пишем для них новости, а они немножко там как-то проникаются. Для них пишут живые люди, а они про них знают, да, это интересно тоже, спасибо большое. Еще кто-то про тесты, нет? Да, вот пример теста из нашего редкого Петербурга, короткая подводка, на этом острове могла появиться еще одна арка со стороны Крюкова канал, то есть это только местный контекст, да, почему я так не построю, на скольких островах расположена Новая Голландия, у кого из наших правителей был там дворец, то есть узкая совершенно тема со своим хэштегом, который, к сожалению, не взяла Новая Голландия, они сказали, мы репосты не делаем. А вот такое мы сделали, мы просто на картинке собрали карты Васильевского острова в течение трех столетий, как он менялся, как он прирастал, и люди активно этим делились, просто потому что они не читали длинный текст о том, как там все, соседние острова присоединяли к Васильевскому острову, как там появился университет, они просто в течение 50 секунд все это видели, и это интересно, но это, опять же, нужен человек, который будет это делать. Это специально для Казани, татарская слобода в Петербурге была когда-то, сейчас уже все это забылось. Вот такие прогулки мы делаем, когда мы прямо на карте отмечаем тупо фотографиями, точками, куда идти, и делаем это скорее даже не как какой-то медиапродукт, а скорее для людей, которые могут прям этим воспользоваться и прогуляться, то есть когда мы создаем какой-то контент для наших читателей. Это коллеги из Белгорода рассказывали, что они начали зарабатывать изданием детских книжек, то есть они поняли о том, что погодите, кто лучше в Белгороде будет это делать? Мы можем придумать сюжет, мы можем это и проиллюстрировать, мы можем классно это издать, и у них одна из статей дохода белгородских журналистов это детские книги. Все просто по местам по этим? В каком отношении детские книги? Нет, просто они пишут свои сюжеты, издают детские книги и продают их в своей аудитории, по подписке вместе с пакетом каким-то, либо просто отдельно. То есть совершенно не задача медиа, но если сейчас появляются медиа, которые начинают зарабатывать на пиар-продвижении бизнеса, например, или на издании, то почему нет, если больше никто в Белгороде не будет это делать лучше. Это пример того, как мы, например, для своих читателей редко, но разыгрываем какие-то платные рассылки, но тут скорее пример нашего питерского издания «Бумага», который монетизируется, в том числе за счет рассылок, на очень узкие темы. Тема – удивительная история петербургских домов. Леша Шишкин, выпускник тоже нашего журфака, он занимается вообще краеведением, ушел из активной журналистики и просто копается во всей этой теме, копает истории домов. И в Петербурге эта тема популярная, и они это монетизируют. У них там есть, например, рассылка про вино, например. Опять же, какие-то идеи этого всего можно посмотреть друг у друга, потому что я вижу по тому, что многие из вас представляли на конкурс, вот эта тема местных достопримечательностей, краеведения, легенд, она достаточно популярна у аудитории, каких-то по региону, каких-то интересных мест, монастырей, старинных зданий. Это всегда интересно. А это просто хайп. Не знаю, я после номинации «Пост» еще иногда заходил в ленты и смотрел, и удивлялся, что очень редко бывают опросы. Здесь мы просто хипанули, там у нас бетонное ограждение на набережной Шмидта. Это, опять же, из разряда хайповых тем про автомобилистов, велосипедистов, и пешеходов. Обязательно сразу найдутся люди, которые будут топить и говорить, нет, вы там на своих корытах ездите, а вы там вообще злодеи. Тут так себе пример формулировки вопроса и ответа. Понятно, на что люди бы ответили, но мне кажется, иногда опросы нужно использовать активнее. Не знаю, будет ли коллега из ВКонтакте говорить про вот эту их функцию. Очевидно, на мой взгляд, что она не очень зашла, да, внутри, вот как они их называют, статьи или лонгриды оформлять. Хотя они хороши тем, что туда можно увести, если архив копится, какие-то свои материалы большие, да, вот мы там, например, пишем про… У нас есть определенная отдельная рубрика для велосипедистов. И мы хотя бы можем внутри, опять же, изучить эту статистику, посмотреть, если 60% прочтения, а не что мы не там так сделали. А если 89% прочтения, то да, хорошо. Ну и плюс еще договориться с местным популярным велосообществом, чтобы они сделали репост того, что сами не видели, а мы увидели, и они это написали, и к нам от них пришло 50 новых подписчиков. Когда я работал в газетах, выпустил свой материал и забыл про него, как он там на сайте пойдет. Сегодня мы понимаем, что мы не просто написали, а мы еще должны, мы, на мой взгляд, да, журналисты должны немножко спродюсировать свой материал и еще не постесняться постучаться в какие-то местные локальные сообщества по теме и предложить им хотя бы репост, либо хотя бы указания в качестве источника. А здесь, на финише, мы с вами, на этом слайде мы завершим, потому что там очень много слайдов из одного моего старого семинара. Тут есть Марийска, правда, хороший «Алтопресс», далекий от нас регион, но очень любопытные примеры того, как они работают, как они делают видюшки, тесты, подводки и игровые, например, заголовки. Если у вас будет время, вдруг вам нечем заняться, и вы потом возьмете у организаторов эту презентажку, то не поленитесь, полистайте, может быть, что-то из этих примеров региональных журналистов вам пригодится в качестве антипримеров, либо пример. Тут редкий пример чата. Тут маленький город, Батайск, и там они прям болтают со своей аудиторией прямо в чатике. Я надеюсь, что там не так много этой аудитории. Я так на чуть-чуть зашел, ужаснулся и ушел, потому что это не работа журналиста, а вдруг, может быть, для маленьких городов это заходит. Вот, кстати, вечная тема, чем болеют огурцы. То есть без иронии. Если среди нашей аудитории есть люди, которые увлекаются не просто только бабушки, а люди, которые у себя, я вот знаю, у нас студенты, многие любят там домашние растения, вот эта вся фигня, то, значит, может быть, это тоже вечная тема. И, может быть, вам что-то из этих слайдов пригодится. Итак, я вышел на финиш. Если у вас есть еще какие-то, может быть, вопросы или какие-то комментарии, может быть, вы с чем-то не согласны, или вам что-то было бесполезно или полезно, можно сейчас как раз честно сказать. Хотя я ищу завтра, и можно в кулуарах обсудить и сказать, что вообще нет. Это вы зря. Или ты? Про вопросы, комментарии. Вы сказали, что не заслужено абсолютное внимание. Вопросы просто выбивают всю остальную активность просто. Если много голосов попросят, то, значит, будет мало лайков, мало вопросов, мало комментариев. То есть это опыт. Просто нужен какой-то баланс. То есть если совсем этого не делать, это еще зависит от темы, что мы будем спрашивать. Иногда мы можем что-то в подводке такое, чтобы люди набежали в комментариях. А иногда есть темы, сложно без примеров говорить, когда там нужно всего лишь три варианта. Ну, то есть, вообще, в смысле, мы их делаем периодически, но только как собственный отдельный инструмент, только как инструмент исследования. То есть если нашей целью является результат этого вопроса, то мы его делаем. Во всяком случае, в ВКонтакте мы его не используем, потому что он убивает все остальное. Он вам мешает просто, да? Ну, то есть, если в этом посте есть ссылка, то по ней никто не перейдет, комментарии никто писать не будет, репостить тоже никто не будет, соответственно, мало кто увидит этот вопрос. Да, это хорошо вообще понять, помониторить вообще, а кто куда переходит, да, и что нам мешает. Знаете, еще, что заметил постоянно, мы, возвращаясь за Кольцово, да, об этом уже говорил в начале, что у нас там соцсети, это такое, типа, вот, ну, запасная такая лавочка, кладовка, куда мы сбагриваем все, что у нас уже там есть. И мы ждем, когда же вот по этой ссылке куда-то к нам перейдут. Мы не воспринимаем соцсети как отдельную какую-то платформу, в которой должно быть в основном все-таки что-то для соцсетей. То есть мы думаем, мы сами ведь не читаем в соцсетях или редко переходим, да, то есть вот мы просто однажды с коллегами три дня изучали, как мы переходим и как мы пользуемся. Потом мы все это собрали, мы прям ввели дневник, потом мы собрались и посмотрели, ужаснулись и сказали, так, погоди, а почему кто-то должен куда-то переходить, если ты сам, да, не переходишь, потому что ты зашел в соцсети вот немножко вот так пробежаться, а если ты уже зашел на сайт какого-то любимого издания, там ты уже немножко посидел. Хотя иногда на некоторых из ваших сайтов, конечно, сразу хочется выключить, потому что баннеры и здорово, что баннерная реклама приносит еще доход, но я представляю 17-летнего человека, да, который типа зашел на сайт, да, и это как PDF-ку сейчас прикрепить к посту и рассчитывать, что они побегут, кто-то побежит открывать PDF-ку и будет это читать. Но это опять же в качестве доброго совета, что может быть иногда или сесть и понять, просто разобраться с коллегами, как часто мы уводим на сайт аудиторию, часто ли она туда переходит и может быть иногда этот баланс нужно уводить в том числе в соцсети, раз они в основном, на мой взгляд, забрали всю аудиторию. Коллеги, еще что-то? Вопросы, комментарии? Спасибо большое, тогда мы завершили. Спасибо. Спасибо.